Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 27. Рендеринг. Итак, сегодня мы поговорим о рендеринге. Перед вами проект. Здесь много дорожек. Целый набор барабанов, отмеченный зелёным. Электронные барабаны, оранжевые. Треки баса, закрашенные синим. Синтезаторы розовые. Гитары красные. Потом лид-вокал. И много бэков. Наша задача — перевести эту кучу сведённых треков в один музыкальный файл. Этот процесс называется рендеринг. Вот как это делается в Reaper. Меню «Файл», пункт «Рендер». Откроется диалоговое окно, которое в итоге даёт нам массу вариантов выходного продукта. Например, создание стереомикса, стемов, ну или подмиксов и много больше. Взглянем поближе. Начнём сверху. В первом пункте мы выбираем, что же будет рендериться. В нашем случае надо выбрать мастер-микс. Но для других целей можно выбрать другие варианты. Ниже находится пункт «Рендер баунс» — границы рендеринга. Вот границы начала и конца. Для варианта «Энтайр проект» рендерится весь проект. Но мы рассмотрим и другие варианты. Затем мы выбираем, куда попадёт готовый файл. Для этого существует поле «Директория». Жмём «Обзор», «Брауз». Я выберу существующую папку под названием «Рендеринг файл». Мы видим, путь появился в строке. Следующий шаг — выбрать имя файла. Песня называется «Роксонг». Можем назвать файл «Роксонг.Микс номер один». В пункте «Ниже» автоматически появится конечный путь к файлу, состоящий из директории и имени. Ниже располагается под меню «Опшенс», где можно выбрать «Сэмплрейт» — частоту дискретизации. Сейчас стоит значение, соответствующее качеству CD. Но можем выбрать любое другое. 48, 96 или 192 кГц. Мы оставим 44 и 100. А вот здесь выбирайте количество выходных каналов. В большинстве случаев музыка рендерится в стерео, два канала — левый, правый. А вот такие варианты можете выбрать вы. Далее опция, определяющая, как будет проходить сам рендеринг. «Фуллспид онлайн» означает, что рендеринг будет происходить максимально быстро, в зависимости от мощности вашего компьютера. Но вы не сможете слушать микс в процессе, о чём и говорят слова «Оффлайн». Следующая опция — «Рендеринг в реал-тайм», но всё равно «Оффлайн». Мы также не будем слышать микс в процессе. Но можно устроить и это. Чтобы был слышен результат, выберите «Онлайн рендер». В нашем случае выберем самый первый вариант. Быстро отрендерить, не слыша микс в процессе. Ниже располагается пункт «Use Project Sample Rate for Mixing and Affix Synth Processing» «Использовать частоту дискретизации проекта». Посмотреть настройки проекта можно здесь. В нашем случае частота дискретизации равна 44,1 кГц. Но если здесь выбрать 48 кГц и поставить вот эту вот галочку, то рендеринг будет происходить в 44,1, а по окончании конвертируется в 48, вместо того, чтобы всё время рендериться в 48. Вернём 44,1, что совпадает с нашим проектом. Следующая опция как раз управляет конвертацией в разные частоты — ресэмплингом. Если мы производим ресэмплинг на ходу, прямо при рендеринге, мы можем изменить качество ресэмплинга от просто хорошего до экстремального. Чем выше качество, тем лучше звучит, и тем больше времени на обработку. Эта опция имеет смысл, если вы выбрали разную частоту рендеринга и выходного файла. Следующие две опции неприменимы к стереомиксу. Я покажу, что они значат чуть позже. Вот здесь, справа, мы можем выбрать дизеринг и ноисшейпинг — ограничение шума, или выключить оба. Ниже выбираем формат выходного файла. Сейчас это WAV, но мы можем выбрать всё это из списка. Оставим WAV. Здесь можно выбрать Bit Depth — глубину сэмплирования. Выберу 16-бит, что соответствует CD-качеству. Вы можете выбрать любое значение. Самое лучшее внизу, не очень вверху. Вот тут ниже находится опция Silently Increment File Name to Avoid Overwriting — продлевать имена файлов. Она понадобится, если вы делаете много вариантов микса, и чтобы случайно не затереть один из них. Reaper добавит цифровой индекс к каждому новому файлу, чтобы новый не затер старый. Сейчас нам это не нужно. Так что выключаем. Внизу опция Add Render Items to New Tracks in Project — добавить элементы в новые треки. Если мы её выберем, то отрендеренный файл вернётся в проект на новый трек. Это тоже нам не нужно. Снимаем галочку. Последняя опция в этом блоке — Save Copy of Project 2 — сохранить копию проекта. Она полезна, когда вы создаёте много миксов и не хотите случайно забыть сохранить разные версии. При каждом рендеринге Reaper создаст отдельный файл проекта. Так что очень удобно будет, оценив отрендеренное аудио, вернуться в нужный вариант проекта и исправить что-то. Короче, каждому рендеру соответствует отдельный проект. Сейчас нам это не понадобится, отключим. В принципе, мы готовы создать наш первый рендер. Вот здесь предназначенная для этого кнопка. Если кликнуть на неё, процесс пойдёт. Мы можем видеть создание файла в прямом эфире, наблюдая за уровнями громкости. По завершении можно закрыть окно. Или нажать Show in Finder, показать в проводнике, что откроет директорию с файлами, и мы увидим наш. Нажмём «Назад». Назад к рендерингу. И в этот раз отметим галочкой «Silently increment file name to avoid overwriting». Теперь, если запустить рендеринг, по окончании появится новый файл, но с дополнительным номером после имени — 001. Каждый раз цифра будет больше на 1, чтобы предотвратить переписывание старой версии. Удалим файлы. Снимем галочку здесь. Вот так мы создали мастер-микс. Пришло время разобраться с опцией Stems – Selected Items. Это подмиксы. Переходим вверх. И выбираем этот пункт. Он основан на выбранных треках. Всё, что выберем, пойдёт в подмикс. Выберем барабаны. Отсюда до сюда. Если вы заметили, надпись на кнопке вот здесь изменилась. Теперь она гласит «Рендерить 7 файлов», потому что наших треков ровно 7 штук. Создаётся по одному файлу на каждый трек. Запустим рендеринг. В окне можно наблюдать процесс по каждому файлу. Перейдём в Show in Finder – проводник. Вот наши файлы. Как видите, по именам сложно понять содержимое – рок-сонг и далее номера. Их никак не распознаешь, хотя каждый трек и имеет своё имя. Удалим их. Для удобной работы используем кнопку Wild Cards – шаблоны, рядом со строкой ввода имени. Вводим название песни, ставим курсор в начало, жмём Wild Cards и выбираем трек. Или лучше сначала трек номер, номер трека. А уже потом добавим сюда трек. И если посмотреть строчка ниже, то увидите, как в итоге будет называться файл. 1. Kick. Rock. Song. Это относится только к первому треку, а название следующих будет построено уже по этому шаблону. Давайте ещё добавим в конец имени темп песни. И ещё заменим конкретное название, Rock Song, на шаблон Project, который тоже так называется, но теперь шаблон стал полностью универсальным. В итоге, название каждого файла будет иметь номера трека, название трека, название проекта и темп. Проверим на практике. Рендерим. В этот раз имена получились гораздо информативнее. Это очень удобные имена, если вы кому-то посылаете под миксы. Есть ещё масса Wild Cards шаблонов, которые вы можете добавить в шаблон имени. Я не буду описывать все, это займёт слишком много времени. Давайте удалим эти файлы и создадим снова. Обратите внимание, все треки стерео, что не имеет особого смысла, ведь почти все исходные треки моно, кроме оверхедов и рума. Давайте отрендерим их, но в этот раз выберем трек с только моно-медиа в моно-файлы. Треки «Столько моно-медиа» в моно-файлы. Эта опция сэкономит нам время, поскольку обработка моно занимает меньше времени. Моно рендерится в моно, стерео в стерео. Ниже пункт «Мультиченел треки» то «Мультиченел файлз». Мультиканальные треки, мультиканальные файлы. К нашему проекту его не отнесёшь, но всё равно выберем. Удалим старые и сделаем рендер. В этот раз есть и моно-треки, и стерео, что очень удобно для человека, получающего файлы. Есть одно ограничение в рендеринге стемов под миксов, поскольку он основан на отдельных треках. Вы не можете отрендерить все треки барабанов в один файл, а все треки гитары в другой таким образом. Но я покажу, как это сделать по-другому. Удалим старые файлы и создадим трек-папку, фолдер трек, для каждого инструмента. Для барабанов создаём новый трек, перемещаем наверх и делаем папку. Называем её «Drums». Делаем то же самое для электронных барабанов. Для баса, для клавишных, для гитар, для лид-вокала и для бэк-вокалов. Сделаем поменьше. Теперь у нас трек-папки для каждой группы инструментов. Барабаны, электронные барабаны, бас, клавиши, гитары, лид-вокал и бэки. Выберем каждый из этих треков. И поскольку это папки, все входящие в них треки сформируют по одному рендер-файлу на папку. Нажмём «Рендер». Используем те же шаблоны за исключением номера трека. Он нам не нужен. Жмём «Все треки стерео». По итогу, имеем по одному файлу на каждую папку. Это хороший способ создавать подмиксы очень быстро. Теперь разберёмся с границами рендеринга. В большинстве случаев нам надо будет рендерить весь проект. Но не обязательно. Вместо этого можно выбрать произвольные временные рамки. Вернёмся к параметрам нашего проекта. Изменим шаблон имени. Это удалим. И добавим в конце «Секшн 1», часть 1. Теперь мы можем выбрать произвольный кусок. Наша песня длится 2 минуты 11 секунд. Давайте ограничим первой минутой. Теперь отрендерится только она. «Секшн 1 минуты». Жмём кнопку. Видим, что создался файл. Смотрите, длина этого файла равна 1 минуте. Мы можем задавать произвольные границы для рендеров, подмиксов. Удалим этот файл. Также в этом пункте можно выбрать «Тайм селекшн», выделенная область. Выберем. Закроем на минуту. Выделим зону чуть-чуть до припева и чуть-чуть после. Перейдём в меню «Рендер». Выберем пункт «Тайм селекшн» и будет обработана только выделенная часть. Назовём её так. Файл появился. Также границы можно задать с помощью регионов проекта. В этом случае под границами понимаются регионы, созданные вот здесь, наверху. Видите, у нас есть интро, куплет, переход на припев, припев, второй куплет, и так далее. Verse, Prehorus, Horus. Каждый из этих регионов представляет часть песни, и мы можем создать отдельные рендеры для каждого из них. Заходим в меню, выбираем «Project Regions». Видим, что будет создано семь файлов по числу регионов. Проверьте в менеджере регионов. Здесь регионов. Выберем «Master Mix». Еще можно выбрать «Stems», «Stems плюс Master Mix» или «Region Render Matrix», к которым мы скоро вернемся. А пока выберем «Master Mix». Изменим шаблон имени. Теперь будет не имя проекта, а имя региона. «Интро». Первая часть «Интро», но у нас будут и куплеты, и припевы. И мы видим, что каждый регион обрабатывается отдельно, один за другим. Вот наши файлы. Имя файла содержит название проекта и региона. Это очень удобно. Я удалю эти файлы и покажу еще кое-что. Если мы выберем в пункте «Render», «Region Render Matrix», «Матрица регионов для рендера», обработка будет основана на регионах, но к тому же будет более гибка в настройке. Нажмем вот эту кнопку, «Region Matrix», и в этой таблице мы можем выбрать, какие именно регионы надо рендерить. Выберем «Master Mix Intro» и будет только этот фрагмент, один файл. Для куплета 1 можно выбрать все эти треки, но мы, для примера, выберем бочку, оверхеды и румы. В прихорусе пускай прозвучит опять «Master Mix», а на припеве «Хэт» и «Бас». Для припева 2 «Master Mix», прихорус «Гитары». Можно просто перетащить курсор и для припева 2 будет «Вокал». Получился странный микс, но это только для иллюстрации работы и гибкости «Region Matrix». В нашем случае отрендерится 27 файлов по количеству треков, выбранных в «Матрице». До самого процесса давайте добавим одну вайлд-карту. Регион уже есть. И добавим название трека. Запустим рендер. Получился целый список файлов с говорящими именами. Название проекта, регион и что за трек. А там, где выбрали «Мастер Микс», в имени есть строка «Мастер». Как я и говорил, это очень гибкий настраиваемый инструмент. Последняя опция, которую я вам покажу, это «Selected Media Items». Выбранные медиа-элементы. Если мы выберем ее, то отрендерятся любые айтемы, которые мы выберем. Закроем пока меню, перейдем к трекам. «Filtred Drums». Чуть побольше сделаем. Давайте порежем их на части, исходя из сигнала. Вот здесь. 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 Допустим, вы хотите экспортировать каждый из этих кусков в отдельный файл. Например, для создания эффектов к видеоиграм, фильмам или что-то подобное. Выберем их. Перейдем в меню рендеринга и поставим «Selected Media Items». Выбранные айтемы. Каждый из этих кусков будет сконвертирован в отдельный файл. Сейчас выберем формат MP3. Изменим битрейт на 192. Эти настройки будут применены ко всем выходным файлам. В нашем случае их шесть штук. Назовем их «Проект» плюс имя айтема. Еще добавим «Темп». Жмем кнопку. Создалось шесть файлов. Это хороший, удобный способ создавать библиотеки сэмплов. Далее я покажу вам, как сохранить и редактировать пресеты в диалоговом окне рендеринга. Вот этой кнопкой можно сохранять пресеты. Если вас устраивают все настройки, жмем на кнопку на вкладку «All Settings» и сохраняем. Назовем пресет «Video Game Splits». И теперь, если мы изменим все настройки в окне, что он сейчас и делает. Так вот, можно вернуться к нужным, зайдя обратно в пресеты, «All Settings» и выбрать «Нужный». Все стало как надо. Если мы не хотим сохранять пресеты целиком, можем разделить их для каждой группы опций. Для этого надо вместо «All Settings» выбрать, например, «Bounce and Output» — «Границы и Выход». Вот эта часть окна. Если мы изменим здесь опции, можем сохранить их отдельно. Можно сохранить это все отдельным пресетом. под вот этим именем. И даже если мы поменяем все настройки, формат, дискретизацию, по вызову этого пресета изменится только верхняя часть. Вот выберем весь проект, другие опции, вызываем пресет, и видим, что изменилось только вверху. А то, что внизу, не изменяется, оно не входит в пресет. То же самое для нижней части в меню, только наоборот. Сохраняем Options и Format, и теперь сохранилась только нижняя часть. Это очень полезная штука, если для многих проектов мы имеем одинаковые установки формата, частоты дискретизации, но, например, различные установки границы. Применяем пресет для Options и Format, а остальное можем менять как душе нашей угодно. И разделены они по достаточно логичному принципу. Не забывайте, если хотите сохранить все настройки, используйте вкладку All Settings. Вот так представлен рендеринг в Reaper. Едем дальше. Ваши secondly, solamente powdered раз переход в аппет gambents закончены. Ваши был принят